На минувшей неделе Национальный Олимпийский комитет в Беларуси праздновал юбилей. Главному спортивному ведомству нашей страны исполнилось 25 лет. За четверть века Беларусь добилась на Олимпийском пути серьезного прогресса. Общее количество медалей, завоеванных нашими атлетами, на пятилетних и шести зимних Олимпиадах близко к сотне. Спортивные журналисты из других стран уже не шерстят географические карты в поисках Беларуси, а высокопоставленные спортивные функционеры не боятся доверять нам проведение ответственных международных стартов. О том, какими были для Беларусского Олимпийского движения эти 25 лет и о том, какими будут следующие годы, мы поговорим сегодня с первым вице-президентом, но к Максимом Рыженковым. Максим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Максим Владимирович, 25 лет, солидный срок, много всего было. А какие события самые значимые? Ну, наверное, если этапно разделить историю Олимпийского движения в Беларуси, современной страны уже, то самыми главными событиями, конечно, это было учреждение Олимпийского комитета. Сегодня этот факт один из элементов независимости и суверенитета, ибо только суверенные государства имеют право учреждать ног. Второй, наверное, этапный, серьезнейший вопрос – это избрание на пост президента национально-олимпийского комитета главы нашего государства Александра Григорьевича и Лукашенко, после чего совершенно другой отсчет времени в Олимпийском движении и в работе Олимпийского комитета наступил. Ну и последнее, наверное, это вот тот успех по продвижению ряда международных спортивных инициатив, которые доверили проводить нашему Олимпийскому комитету. Прежде всего речь идет о получении права провести Европейский Олимпийский фестиваль молодежи в 2019 году, и второй – это Генеральную ассамблею Европейских Олимпийских комитетов уже в этом году. Вот это, наверное, самые такие запоминающиеся, эпохальные, что ли, вещи за эту небольшую 25-летнюю историю нашего Олимпийского комитета. Максим Владимирович, все-таки болельщики, и не просто болельщики, а обыватели тоже постоянно слышат про ног. О нем пишут, говорят, но, может быть, не все знают, чем конкретно он занимается. Какими-то организационными вопросами или какими-то другими. Ну, конечно, работа Олимпийского комитета многогранна. И вот те результаты на соревнованиях, в том числе, которые проходят под эгидой Международного Олимпийского комитета, это только показатель, какой-то внешний показатель результативности работы именно только в спорте высших достижений. На самом деле, мы очень много внимания в своей работе уделяем пропаганде олимпийских ценностей и принципов. Эта работа проводится через широкие разные мероприятия с школами, спортивными классами, с училищами Олимпийского резерва. Мы идем даже в самые простые, отдаленные, обыкновенные школы не только с пропагандой идей, но и с предоставлением спортивной экипировки, с предоставлением таких широких контактов с нашими заслуженными олимпийскими чемпионами, которые, в общем-то, в ходе таких встреч тоже призывают здоровому образу жизни. У нас в числе подопечных, например, спецПТУ в Петрика Виженская, которые мы не только снабдили какой-то спортивной экипировкой, чтобы они могли, в общем-то, каким-то образом ближе стать к такой социальной нормальной жизни через спорт, но и с ними постоянно встречаются наши атлеты. Вот известная наша велогонщица Цилинская, значит, этих девчонок чуть ли не за шкирку там берет и говорит, девчонки, пора, в общем-то, браться за жизнь нормально, посмотреть вперед, не все потеряно и, в общем-то, много горизонтов в жизни других есть. Кроме того, значит, одно из наших направлений – это широкое сотрудничество с международными структурами, международным олимпийским комитетом, международными федерациями, различными департаментами МОКО, которые позволяют нам привлекать в год 500-600 тысяч долларов международной помощи на реализацию различных проектов, которые мы, как правило, отправляем на различные федерации. Это и подготовка тренерских кадров, это и выдача стипендий для молодежи, участвующих в каких-то олимпийских программах такого среднего звена. Это и поддержка спортсменов высокого уровня, которые участвуют в олимпийских играх. Например, вот грант 100 тысяч женской команде по баскетболу, которая сейчас готовится к ее международной квалификации для того, чтобы попасть на Рио-де-Жанейро. Большая часть нашей работы состоит также в оказании содействия и методического содействия, консультативного и ресурсного работе нашим федерациям. Ну и кроме того, в ходе всех своих каких-то общений с международными структурами мы помогаем и встраивать отношения по, опять же, продвижению определенных видов спорта. Так, например, и с последним, чтобы было понятно, вот это была именно конкретно договоренность нашего Олимпийского комитета по привлечению к подготовке нашей сборной дуэта по синхронному плаванию пятикратный олимпийский чемпион, который генеральный секретарь сегодня в Олимпийском комитете России Анастасии Давыдовой, каких подготовки к Олимпийским играм. И я скажу, что мы были успешны, они попали на эти Олимпийские игры. Но это только частичный такой вопрос, чтобы было вам понятно, мы везде, где есть возможность помочь, везде, где есть возможность ресурсно обеспечить что-то, мы везде к услугам тех или иных спортивных организаций Белоруссии, ну и, естественно, участвуем в Международном спортивном движении тоже. Так и хотелось во время сказать, будьте добры, помедленнее я записываю, просто какое-то необъятное количество дел включает в себя Национальный Олимпийский комитет. Ну, по прошлому году, я вам скажу, у нас Олимпийский комитет, вот как штаб-квартира, принял участие в проведении 186 мероприятий. Вот если вы разделите на количество дней в году, отнимете, может быть, праздничные дни, окажется, что чуть ли не каждый рабочий день у нас какое-то мероприятие было. Это все надо организовать. Либо мы помогали в его организации. Максим Владимирович, Олимпиада в Рио все ближе и ближе, мы к ней активно готовимся, о ней активно говорим. А спортсмены что говорят? Может, какие-то нарекания уже есть? Знаете, мы специально в последнее время провели и несколько заседаний Оргкомитета, и заседания рабочей группы, которую возглавляет Александр Славович Гагиев, первый заместитель министра спорта, который поедет шефом миссии в Рио, проводили в Олимпийском комитете. И я скажу, что даже для очистки совести велась аудио-видео съемка. Каждый представитель по каждому виду спорта, главный тренер или руководитель федерации, либо еще какие-то специалисты, которые присутствовали, каждому из них задавался вопрос, в каком режиме идет подготовка, какие вопросы сегодня требуют решения, где не хватает финансирования, все ли нормально в фармакологии, хватает ли ресурсов для того, чтобы питались спортсмены, либо надо дополнительные сборы в Рио, тестовые, либо какие-то учебно-тренировочные, высокогорья, среднегорья, ну где угодно, климатические зоны соответствующие и так далее. Все на сегодня как бы отвечало, что все решается, нерешенных вопросов нет. Было несколько небольших проблемных вопросов, но к настоящее время и они уже сегодня решены. То есть из этого я в принципе как бы исхожу, что если все тренеры, если спортсмены говорят, что с точки зрения подготовки все вопросы решены, но что я еще большего могу знать о подготовке в том или ином виде спорта, если самые основные специалисты или тот спортсмен, которым это выполняют, говорят, что ну все вопросы сегодня решены. Мы готовы, и Олимпийский комитет, знаю и Минспорта, и к большему финансированию каких-то отдельных, значит, может быть, видов спорта или направлений, но все заявки, которые на сегодня к нам подаются, они все выполнены. И, в общем-то, если есть какие-то проблемы, может быть, у спортсменов, это скорее может вопросы какого-то бытового характера, на которые ответ только один. Друзья, если сегодня у вас отдельное общежитие, либо небольшая квартира, то, собственно говоря, в ваших руках решение вашего вопроса. Вот, пожалуйста, Рио-де-Жанейро, становитесь на пьедестал, и так как вопросы были все решены в свое время для Домрачевой, для Кушнира, для Цупер, вот, пожалуйста, это вас тоже ожидает в случае, в общем-то, показаний достойного результата. Ну, насколько я знаю, недавно вы в составе белорусской делегации были с рабочим визитом в Рио-де-Жанейро. Интернет, наверное, не дает такого представления, там пишут разное. Вы видели все своими глазами. Скажите, насколько сейчас город готов к проведению игр? Ну, как бы, для того, чтобы город был готов к проведению игр, надо еще сделать много. Если мы говорим, в принципе, сможет ли Рио быть готовым к Олимпиаде, я уверен, что сможет. И уверенность в этом дает именно в большей степени тот пул специалистов, который работает в оргкомитете. Это профессионалы высочайшего класса, которые, за плечами у которых не одна уже Олимпиада, это, как правило, международные специалисты, под которыми соответствующие уже службы непосредственно бразильские. Но если говорить о готовности объектов, то они, конечно, далеки еще от готовности. И, в общем-то, и те объекты, которые на сегодня существуют и требуют большого очень обновления, модернизации и даже какого-то, знаете, подмарафетить их, что ли, надо, потому что их состояние такое, что у нас бы никогда в жизни президент не позволил на такого рода состоянии объектах проводить серьезнейшие мероприятия даже уровня чемпионата Европы, не говоря уже о Олимпийских играх. А те, которые возводятся, в настоящий момент даже на многие из нас и не пустили внутрь, потому что еще идут внутри работы. И, значит, большинство, к тому же, мы посетили только сказкой на голове, что означает, что они еще в процессе строительства, то есть, собственно говоря, они еще не готовы. Вот. В определенной степени готовности сегодня только Олимпийская деревня, которая, это фактически такой закрытый городок, квартиры, в котором уже давно проданы, но будут переданы владельцам после Олимпийских игр. Вот этот городок готов. Ему можно заселяться хоть сегодня. Хотя многие элементы инфраструктуры этого городка, ВИП-зона, для прессы зона, значит, зона приема пищи, тренировочные зоны, они тоже не готовы. Их просто еще нету вообще. Только выделены участки. Нас уверяют, что все будет сделано из таких легких временных конструкций. И, понимая так как-то объективно, конечно, их возведение не требует огромного времени. Тем более, что, как опять же нам было сказано, законодательная база по такого рода объектов намного проще, чем таких объектов, которые возводятся там на века. Вот. Поэтому, собственно говоря, это не потребует очень серьезных согласований. Все будет в срок выстроено. Но пока мандраж определенно есть. Не хочу спрашивать про медальные планы, потому что дело это изначально неблагодарное. Может пойти по-всякому. Может фаворит провалиться. Кто-то выстрелить, доселе неизвестный спортсмен. Но кто, как не вы, знаете потенциал этой команды. Поэтому вот скажите, на что, если все будет хорошо, эта команда может рассчитывать? Просто до этого я слышал количество медалей. 10-15 – это наш уровень. Ну, 10 – это, наверное, заниженный уровень. Около 15 – это, наверное, адекватный уровень. Вот. Я бы хотел надеяться на большее. Тем более, как мне кажется, с учетом общей подготовки спортсменов, физического их состояния, и того, сколько мы вкладываем в этих спортсменов сегодня ресурсов, мы вправе ожидать именно такого хорошего выступления от них. Тем более, что у нас 25-летие Олимпийского комитета. Нас ждет очень серьезное такое событие, как Генеральная ассамблея Европейских Олимпийских комитетов, когда мы собираемся как раз празднования основные и сделать по случаю 25-летие. Ну, Клюш, вы вернулись к Национальному Олимпийскому комитету. Что бы хотелось пожелать организации коллегам? Ну, пожелать... Я хотел бы, первое, конечно, чтобы все были здоровы, прежде всего. Чтобы у всех все хорошо складывалось в их домах, потому что если человек счастлив дома, если у него все складывается хорошо в личной жизни, он тогда будет с большей отдачей, с большим желанием и работать. Ну и, конечно же, я хотел для них, для всех пожелать вот именно того достойного результата наших олимпийцев, который бы действительно стал бы хорошим подарком и отображением в том числе и того вклада, который они путем вкладов, то обеспечения наших команд, его финансирование, в ресурсное, консультативное вложили и увидели это отображение вот таким результатом. Ну что, Кристина, присоединяемся к этим словам. Конечно. Пожелаем нашим атлетам завоевать на Олимпийских играх десятка-три медали разного уровня, побольше золотых, конечно. Вам, Максим Владимирович, спасибо, что нашли время, заглянули к нам на огонек.